В рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье в Чувашии» действует программа обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны. С одним из новоселов познакомилась и наша съемочная группа. Война застала Павла Иванова, когда тот был 17-летним парнишкой. Служил на передовой 242-й горно-стрелковой Таманской краснознаменной дивизии «Связистом». Получил медаль за отвагу и орден славы третьей степени. Под минометным огнем, несмотря на полученные многочисленные ранения, он устранил повреждения линии связи. О Великой Победе узнал, когда освобождали Чехословакию. Конечно, рады были очень, потому что раз война кончилась, значит не будет уже таких тяжелых времен. Обнимались, радовались. После войны работал инженером-технологом на Чебоксарском электроаппаратном заводе. Всю свою жизнь он со своей семьей ютился в небольшой двушке. Теперь же ветеранцы своей супруги уже больше года живут в новой и уютной квартире и радуются, что проблема квадратных метров решена. Дети, внуки и правнуки рады за родителей. Вот эта квартира значительно лучше, чем та старая. Та все-таки с колонкой, удобств было меньше, площадь была меньше и она была холодноватой. Государственная поддержка на приобретение жилья оказывается в форме денежных сертификатов на сумму около 1 миллиона рублей. С 2010 года около 5,5 тысяч ветеранов войны улучшили свои жилищные условия. Ветеран подыскивает себе жилое помещение, то есть строит путем строительства или приобретает на первичном или на вторичном рынке, заключает договор с долевого, предположим, строительства и после заключения договора предоставляет сюда документы, к нам в Минстрою и мы проводим оплату. В первом квартале этого года единовременные выплаты на приобретение жилья получили 130 человек. Еще 60 ждут сертификатов в апреле.